В эфире РБК региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Центр спортивной борьбы в Уфе готов на 75%. На сегодня ведутся работы по монтажу кровли, устройству систем вентиляции, а также внутренние отделочные работы, сообщил на оперативном совещании в правительстве, исполняющий обязанности главы Минстроя Артем Ковшов. Параллельно благоустраивают прилегающие территории и улицу архитектора Рихмукова. Все работы планируют завершить в конце августа, к началу мероприятий, приуроченных к юбилею Уфы. Оборудование в Центр спортивной борьбы закупили на 373 миллиона рублей. Кроме того, к 450-летию столицы планируют сдать комплекс сооружений для грибного слалома. Работы по обустройству основного канала завершились. Сейчас ведется установка спортивных препятствий. Основные препятствия – это бетонные блоки специализированные, которые будут установлены непосредственно в канал, по которым будет создан эффект бурлящей воды. Они все приведены на объект. 24 июня у нас будут уже монтажники. Это компания «Блокстрой». Приступили к работе по логоустройству территории. Также администрация Уфы начала работу по строительству подъездной дороги. Также работу планируем завершить в августе этого года. К концу сентября сдадут также Центр фехтования, где сейчас идут отделочные работы. Строительная готовность объекта – 65%. Оборудование поставляет Федерация фехтования России. Сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» переименует в «Лимана Про». Также сменят название два строительных магазина в Уфе у торговых центров «Мега» и «Планета». Как отметили в компании, ребрендинг проведут в несколько этапов. Планируют заменить вывески магазинов, оформление транспорта, униформу сотрудников и другие элементы корпоративного стиля. Первые магазины обновят до конца текущего года. Полностью ребрендинг завершится к 2025 году. Ряд экспертов считает, что смена имиджа крупными компаниями – это закономерный процесс. Ведь после обильного санкционного давления российские покупатели реже хотят иметь дело с западными брендами. Новый бренд – это тот же самый «Леруа», с тем же самым ассортиментом, с тем же самыми бизнес-процессами, с тем же удобством. Не думаю, что для прибыли новой компании, я все-таки считаю компанию уже новой, это как-то скажется. Часто в таких случаях даже бывает, наоборот, больше приток прибыли, больше приток покупателей. Есть так называемый период адапционный, когда люди привыкают к новому названию. Напомню, в начале прошлого года подразделение «Леруа Мерлен» в России сменило название юридического лица с «Леруа Мерлен Восток» на «Лемон Лид». Это произошло в рамках передачи российского бизнеса локальному руководству. По итогам прошедшего учебного года, 52 школьника из Башкортостана стали триумфаторами Всероссийской Олимпиады школьников. По этому показателю, республика поднялась с 10-го на 6-е место в рейтинге регионов. Об этом сообщил глава Минобра Эльдар Мавлитбердин. Среди финалистов Всероссийской Олимпиады 10 школьников стали победителями, а 42 – призерами. Отмечу, что в 2020 году призерами стали 29 учеников, в 2021 – 47, в 2022 и 2023 годах по 36 школьников. По итогам всероссийских состязаний по химии была сформирована команда, которая представила Россию на 58-й международной Менделеевской Олимпиаде в Китае. В ее состав вошли многократные победители интеллектуальных баталий, в том числе один ученик из Башкортостана. Ни один участник российской сборной без медали не остался. Это лучший результат республики за весь период участия в Олимпиадном движении. Мы посмотрели весь период, здесь только с 2020 года, а вот за все годы участия – это лучший результат. Отмечу, что Всероссийская Олимпиада школьников проводится ежегодно. Под 24 предметом победители и призеры получат право без экзаменов поступить в любой университет России по профилю Олимпиады. Всего в текущем году во Всероссийской Олимпиаде приняло участие свыше 7 миллионов детей. Финалистами стали свыше 6,5 тысяч человек. Верховный суд Башкортостана смягчил меру пресечения экс-министру транспорта и дорожного хозяйства республики Александру Клебанову. Его отправят под домашний арест до 27 июня, сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики. Клебанову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в мае 2023 года министр, будучи членом Совета директоров госпредприятия «Башкир Автодор», требовал 5 миллионов рублей у руководства компании «Киви» за ускорение оплаты по договорам подряда. В противном случае угрожал контрагенту проблемами. Клебанова задержали 7 мая. На следующий день Советский районный суд отправил его под стражу в «Эфимское сезон номер один» на два месяца, до 7 июля. В тот же день он лишился должности министра. Под стражей остается и генеральный директор «Башкир Автодора» Ильдар Юланов. Следствие подозревает его и двух сообщников из компании «Киви» в хищении средств при реализации нацпроекта. В Краснокамском районе мужчина выловил порядка 300 килограммов раков и продал их, причинив ущерб более чем на 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Башкортостану. У браконьера нашли более тысячи раколовок, резиновую лодку и другие приспособления. Изъятые живые раки выпущены в реку Белая. Полицейские остановили автомобиль, водитель которого перевозил более 8 тысяч раков без соответствующих документов. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлен предполагаемый продавец членистоногих, 35-летний житель города Агидель. Выяснилось, что злоумышленник устанавливал раколовки на озере Лобода Краснокамского района республики Башкортостан. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. И за минувшие выходные с 15 по 17 июня в Башкортостане утонули 12 человек, в том числе один ребенок. Троих удалось спасти, сообщили в госкомитете по ЧАЭС. Всего за три дня зарегистрировали 13 происшествий на воде. Так в Нефтекамске трое мужчин выпивали на берегу озера Светлое. Один из них зашел в воду, чтобы искупаться, и пропал из виду. Позже его тело извлекли волонтеры-дайверы. Место не было оборудовано для купания и установлены запрещающие знаки. Еще один трагический случай произошел в селе Каран Буздягского района. В местном пруду утонул 31-летний мужчина. В Кармаскалинском районе трагедию удалось предотвратить. На реке Сим очевидцы заметили, что на песчаном пляже тонет подросток. Мужчины бросились на помощь и достали из воды 14-летнего ребенка, который уже был без сознания. Жители до приезда скорой оказали первую помощь. Подросток упался без родителей там, где установлены запрещающие аншлаги. Спасатели предупреждают, нельзя плавать в необорудованных для этого местах. Тем более в состоянии алкогольного опьянения. А если что-то пошло не так, надо сразу звать на помощь. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин